Димон от Димона. Шутка из Испании, в которой эту весну называют русской. Этот эффектный мужчина с рожками – главное развлечение в Барселоне. Но почему не сделать селфи на фоне оригинального постера? Это лицо дьявола. И в то же время дружелюбное лицо, улыбающееся вам. Интрига, заставляющая людей думать, окей, кто он на самом деле, хороший или плохой, а главное – все билеты проданы. Местные средства массовой информации буквально захлебываются в эмоциях. Сенсация, потрясающие откровения, триумф русских. Демон – грандиозная мировая премьера в Барселоне. Опера российского композитора Антона Рубинштейна по мотивам произведения российского поэта Михаила Лермонтова в постановке российского режиссера Дмитрия Бертмана в память о великом российском артисте Дмитрии Хворостовском. О Хворостовском здесь говорят повсеместно. На сцене, в зрительном зале, в кафе на бульваре. Это был последний контракт Димы Хворостовского, который он не отменил, он отменил все контракты. И когда уже было понятно, что он очень плохо себя чувствует, он мне говорит, ты сразу подумай, как сделать так, чтобы я не очень много двигался, чтобы несложные были станки и так далее. И мы с Харматом, с художником, в общем, так и придумали. Вот он, чтобы Демон даже и не выходил на сцену, то есть вот чтобы это все было здесь. Было совещание, на которое я приехал сюда, в Барселону, и Кристина Шапельман вела это совещание. И кто-то из театра, из другого, задал вопрос, кто будет петь Демона на премьере? Потому что все понимали, что уже Дима Хворостовский не сможет это сделать. И я совершенно тогда был восхищен Кристиной, восхищен. Она сказала Хворостовский, говорит, ну а если вдруг что-то или как? Она сказала, пока он не откажется от этого контракта, и пока наши договоренности в силе, я даже не хочу думать ни о каких страховках и заменах, чтобы это давало силу ему бороться с болезнью. 5 февраля 2015 года, премьера концертной версии Демона в Москве. Это вторая попытка Дмитрия Хворостовского исполнить партию мечты. Впервые он попросил об этом Валерия Гергиева. В 2002 году художественный руководитель Мариинского театра согласился на эксперимент. Но в день концерта Хворостовский не взял все ноты, рассердился на себя и резко ушел со сцены. Вообще человеческий голос – это уникальный штрих-код ДНК. Человека. Вот когда человек открывает рот и начинает петь, он даже не представляет себе, как он обнажает полностью свой характер, рассказывает об его эротике. Потому что голос – это стон, это не вой, это темперамент. Три года назад Дмитрий Хворостовский позвонил Дмитрию Бертману. Уговаривать режиссера не пришлось. Просьба близкого друга – закон, не подлежащий обсуждению. Главное, говорит Бертман, тогда в голосе Хворостовского была невероятная уверенность. Премьеру назначили через 30 секунд. После финального «Счастливо, обнимаем». ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этот проект театра «Геликон-опера» в концертном зале имени Чайковского – уже история, выдающаяся по мнению российской музыкальной общественности. В прессе же тогда появились заявления о мистических свойствах Демона, мол, 50 лет его не ставили ни в одном театре мира, как бы чего не вышло. Я просто помню, когда к Диме Хворостовскому одна журналистка обратилась с вопросом, а не боитесь ли вы, и поставила его в неловкое положение. И Дима тогда сказал, что это же музыкальное произведение, написанное замечательным композитором. К этому нужно так относиться. Оперная дива Лариса Костюк в день премьер кофе не пьет и ни с кем не разговаривает принципиально, профессионально. Исключение в несколько слов в честь любимого партнера Дмитрия Хворостовского. Ну, он присутствует здесь. Знаете, удивительно, что на первой репетиции, когда мы сидели в темном зале, у меня было ощущение, что вот он рядом с нами. В этой музыке на самом деле есть какой-то ход. И она на самом деле очень фатальная. Осмик Григорян – сопрано с мировым именем, лучший из молодых, красивых и талантливых. Осмик – дочь великого тенора Гигама Григоряна, и певица Ирена Мельковичуты. Она родилась в Советском Союзе, сейчас гражданка Литвы, приглашенная солистка десяти известных оперных театров. В московском демоне она была партнершей Хворостовского. О том, что у Хворостовского онкология, Осмик узнал из его публичного заявления через три месяца после московских спектаклей. Через год не стало ее отца. После того, как ушел папа, я всегда слушаю какую-то его запись перед выходом на сцену. 22 ноября 2017 года не стало Дмитрия Хворостовского. Узнав об этом на спектаклях в Италии, Осмик не смогла петь. В Барселоне она заявлена в качестве звезды мировой премьеры демона. В этот раз я себе позволила взять на себя ответственность и, можно даже сказать, призвать всех в каком-то смысле помолиться и все-таки снять какое-то проклятие вот с этой оперы. Многие оперы 19 века мистические. Тогда в обществе был большой интерес к темам добра и зла, очарования мифами о Фаусте, летучем голландце, волшебной флейте. Композиторы того времени находились в поисках реальной любви и смысла жизни, впрочем, как и сейчас. Мистический аспект и есть часть магии оперного искусства. Демон ведь в каждом из нас. Это внутренняя дискуссия о добре и зле, любви и ненависти. Эта сильная женщина совершила подвиг, уверены все в театре Лесео. На фоне санкций, политических скандалов и обмена дипломатическими любезностями Кристина Шепельман собрала в Барселоне Советский Союз. Шутка местных монтировщиков. Русского демона здесь ставят, дирижируют и поют. Россияне вместе с литовкой, латышом, армянами, белорусами и украинцами. И все в атмосфере любви и сотрудничества. Это все придумал Бертман. Я знаю его давно, он может совратить кого угодно. Я творчестве, и я ему доверяю. Дмитрий Бертман не ел почти месяц. Сильно похудел. В его графике премьера за премьерой. Весь мир без остановок и перерывов хотя бы на обед. Перенести демона он не мог. Спектакли в память о друге, выдающемся русском певце Дмитрия Хворостовского, должны были состояться при любой погоде. Поэтому рисунок роли демона остался таким, каким его создал этот уникальный тандем двух Дмитриев Александровичей. Перерыв перед финальным прогоном заканчивается, а море здесь в ста шагах от театра. Пляж с искусством. Вполне себе жизнь. Вам не кажется, что ваше искусство похоже на такие замки из песка? Что вот сейчас оно есть, а через какой-то момент останется только воспоминание? Да, так и происходит. Самое главное остается эмоция. И ради этой эмоции мы все и работаем. И театр, и телевидение, и все, кто занимаются искусством. А потом шторм, и все это снова? Естественно. А что будет с демоном? Демон будет жить. Уже сейчас этот спектакль точно будет идти в Нюрнберге. Он будет идти в Бордо. Потом он приедет в Москву и будет идти на сцене Геликоноперы. И сейчас еще есть театры и в Америке, и в Европе, которые уже проявили интерес к этому спектаклю. Скорее всего, жизнь у этого спектакля будет еще дольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова